Как и обещали, у нас уже гости, которые расположились на нашем диване. Это Александр Очеприна, режиссер, и Игорь Иванько, оператор. Ребята, которые сегодня нам расскажут о фильме «Сильнейший ниш сброя», который, в принципе, можно увидеть в ближайшее время. Это уже сегодня и вчера можно было посмотреть в Юсинема. И в дальнейшем этот фильм будет демонстрироваться в широком прокате, правильно? Да, да, все верно. Расскажите, это документальный фильм о событиях Майдана. Да, этот фильм снимался на протяжении прошедшего года, а сейчас он вышел в прокат в годовщине Майдана. Сколько человек, я поняла, что был коллектив, который снимал, сколько человек задействовано было? Кто работал вообще над этим фильмом? Я думаю, мы до сих пор еще не посчитали всех точно, но не меньше, чем человек 40-50, хотя называют и цифры, что 100. На самом деле очень большая команда, сплоченная и дружная. Я так понимаю, что идея заключалась в том, чтобы отобразить вот те события, которые происходили год назад, да, больше года назад, и показать, в общем, как бы в хронологическом порядке или нет? К сожалению, сейчас, секунду, извини. Люди некоторые до сих пор не знают, что было действительно на Майдане, а так как нам посчастливилось там быть и снимать, то мы посчитали нужным рассказать и напомнить людям, что там было. То, что там было в действительности, а не то, что там показывали по телевидению, потому что материалов очень много, он уникальный в своем роде, и нужно было показывать этих живых и настоящих людей, которые хотят изменить жизнь всей страны. Вы считаете, что, в принципе, по телевизору показывали что-то отличающе? Или не в полной мере. Ну, вы считаете, ваш канал объективно показывал события зимой прошлой или как? Ну, думаю, что да. Ну, вот, то есть я захожу, например, в архив ваш и смотрю, значит, хронологию самые страшные дни, которые были в Киеве, да, с 18 по 23 число, пока Янукович не смылся, да, и у вас в новостях нет там ничего, кроме заявления о том, что произошел вооруженный переворот. Вы это считаете объективной информацией? Ну, я не думаю, что мы не центральный канал, да, который, в принципе, показывает все события. Так, мы не центральный канал, но, понимаете, вся проблема, которая у нас сейчас имеется в стране, это отчасти и вина таких каналов, как ваш, таких каналов, как общенациональные прессы, которая тогда абсолютно необъективно говорила об этом, то, что есть у нас люди, которые абсолютно ничего, во-первых, не знали о том, что происходило, не поняли, что когда у нас закончился Майдан, началась ситуация в Крыму, что, извините, если я понимаю, была, скажем, само собой, агрессия со стороны России, зеленые человечки, все такое это было, но люди там действительно были настроены и против Киева, и против всего, потому что по одной простой причине они не понимали, что реально происходило. Ну, я не согласна с этим, я, например, лично 1 декабря вышла на Одесский Евромайдан, потому что можно было и с центральных телеканалов подчеркнуть информацию о том, что же происходит, и это не могло не вызвать волнения. Да, потому что вы хотели это сделать, вы хотели это сделать, поэтому это был как бы ваш осознанный, осознанный шаг, и слава богу, что в Одессе был Евромайдан, и на самом деле очень много людей, которые поддерживают. Но мы сейчас в большей части говорим о широкой массе, потому что люди на самом деле пассивны, у них есть своя жизнь, которой они занимаются, им кажется, что это где-то далеко, и они все равно там ничего не поменяют. А когда телевидение, ну, как бы не осмеливается говорить то, что происходит на самом деле, те люди наоборот думают, да, конечно, да вышли чего-то, а ничего они там хотят, в это Евро или не в Евро, куда они там хотят, непонятно ничего. Поэтому, конечно, может быть, это утопия, что телевидение объективное и все там правильно, но мне кажется, к этому надо стремиться, потому что очень много людей, которые отдают свою энергию, иногда даже жизнь, силы на то, чтобы что-то поменять. А потом, когда так цинично по телевизору рассказывают, что там кто-то объелся апельсинов и вышел, ну, это немножко обидно, поэтому как бы для нас это так вот очень эмоционально и так трепетно. Ну, это вопрос, как бы, какой-то журналистской этики, какой-то гражданской ответственности. Стоит понимать, к чему, как бы, перекручивание фактов, к чему это приводило в итоге. То, что есть, например, люди у нас, которые там не имеют доступа к интернету, да, все наши там, ну, там наши старики, там, дедушки, бабушки, которые черпают информацию только из телевизора. Точно так же, как вся Россия сейчас смотрит свое телевидение и думает, что то, что у них там показывают, это правда, потому что мы сами смотрим, у нас глаза на лоб власть, а они думают, что это правда, потому что они не могут понять, как это так, по телевизору нам будут врать. Для того мы год назад все и вышли, чтобы эта ситуация изменилась, чтобы действительно картинка по телевизору реально отображала события в нашей стране. Нет, мы вышли не для того, чтобы картинка отображала события, а мы вышли для того, чтобы изменилось как бы что-то. Мы вышли для того, чтобы ушло в отставку правительства, мы вышли для того, чтобы были наказаны те, кто был виновен в разгоне, хотя этого до сих пор, например, не сделано. Мы вышли не для того, чтобы была картинка по телевизору, для того, чтобы картинка была по телевизору. И для того, чтобы СМИ были объективными в нашей стране. Ну, слава богу, мы у вас на передаче, и такой фильм вышел, и в нем говорят, это уже хорошо. Как вы думаете, есть еще люди, которые, может быть, вообще не знают о том, что происходило в то время? Есть. Мы были на Донбассе и спрашиваем людей, потому что мне интересно понять логику людей. Я знаю, допустим, да, какое количество людей, и какой малый процент людей были готовы участвовать в Майдане, участвовать в столкновениях тогда с милицией, с тетушками. Это очень достаточно смелый поступок был в то время. Далеко не все люди, это очень небольшой процент людей. Действительно, в последние дни, когда уже начались самые страшные столкновения, там остались. И глядя на ситуацию на Востоке, которая разворачивалась, мы приезжая туда, я тоже спрашиваю местных, кто там живет, кто там все это как бы своими глазами видел. Я тоже пытаюсь понять, что там людей заставило выйти. И, в принципе, на какой-то такой своеобразный, такой гораздо более жестокий, из-за, конечно, наличия оружия там. Но своеобразный Майдан у них тоже там случился. Они тоже вышли против того, чего они считали неправильным. Вот так вот. Как вы думаете, ваш фильм могут когда-нибудь в России показать? Вчера на показе спросили, ну, то есть сказали о том, что хотели бы устроить показ там. И, в принципе, наши ребята из Вавилона тоже занимаются тем, что хотят подготовить показ там. Я не знаю, все возможно, на самом деле. Вопрос в том, вопрос там готовы ли люди, которые живут там, увидеть его и хотят ли они его увидеть. Потому что, когда человек закрыт, к нему очень тяжело добраться. Да, мы, если фильм показывать, если, допустим, мы общаемся, у нас там у знакомых, у кого, ну, много у кого есть там, допустим, родственники или друзья в России. Это же сложно сейчас общаться. Люди, ну, напрочь, не хотят слушать, и не знают свою точку зрения. Они день и ночь варятся в своем абсолютно, в абсолютно, как бы, ни чековой связи с реальностью, не имеющем информационном пространстве. Они просто, ну, не могут это воспринимать. Да, мы, конечно, хотели бы показать, но, во-первых, там есть, я думаю, и тамошняя страна, как бы, очень воспрепятствует этому. Ну, и люди, как бы, пока они сами не захотят понять, посмотреть на себя самих же со стороны, то это не будет. Фильм этот тоже дает хорошую возможность посмотреть на нас самих со стороны. Спустя год, с начала событий посмотреть, что поменялось, чего добились, чего не добились, что, значит, пошло не так, что совсем неожиданное появилось. То есть это хороший такой способ взглянуть на все со стороны. Фильмонталистам, на самом деле, очень интересно исследовать все стороны, пообщаться с ними, понять, почему они не хотят вместе, ну, я имею в виду восточную Украину. Но они закрыты для общения, у людей есть ответы на все вопросы, им телевидение все объяснило. Они просто не хотят. Ну, то есть, я понимаю, я имею в виду, что не все, но именно вот... Большая часть свою? Да, агрессивная часть, то есть, в зоне АТО, в смысле, ну, на стороне сепаратистов снимать, к примеру, невозможно, даже если там не идут военные действия, потому что, ну, вот они закрыты. Ну, к сожалению, именно потому, что пропаганда эффективна и пользуются, к большому сожалению. Скажите, пожалуйста, они не общались после событий Майдана вот с теми людьми, которые там находились, которые задействованы в фильме? Да, один герой, который первый раз появляется вроде как мельком на Майдане, он потом, ну, можно сказать, становится главным героем вообще к концу фильма. То есть, таким вот... Ну, в общем, да. Много людей, которые, например, были, участвовали на Майдане, много из них пошли добровольцами, например, в батальоны, которые сейчас вот на Востоке воюют. Ну, по-разному у людей судьба сложилась. Мы общались и с родственниками погибших, когда мы делали вот зимой. Вот зима еще нас изменила эту серию. Вот так вот сейчас делаем фильм о судьбе двух ребят. Сейчас вот один из наших режиссеров, Владимир Тихий, делает фильм о судьбе двух участников событий на Майдане. Один парень, который был со стороны протестующих, а другой парень, который был во внутренних войсках признан. Вот тоже такая достаточно интересная история будет, но немного попозже. Скажите, после показа View Cinema этот фильм выходит в широкий прокат по всей Украине, правильно? Да, но это в широкий прокат фильм планируется выйти. Это зависит от того, как пройдут сейчас премьеры по всей Украине. Где-то с конца января. Надеемся, что все будет хорошо, потому что хотим, чтобы люди увидели это. Это не о ком-то, это о нас. А где проходили, в каких городах Украины уже прошли показы? На самом деле, уже очень во многих. Одесса был 16-й город по счету. Еще остались Николаев. Не буду называть точно, чтобы не запутаться. На самом деле, во многих очень. Отличается обратная реакция зрителей, допустим, в зависимости от региона? Есть какая-то разница? Ну да, на самом деле, очень по-разному. И, ну, к примеру, в некоторых городах даже были сложности с организацией. Например? Ну, не буду, не вот это все. Ну, не знаю, мало ли. Нет, были по сложности, например, в Харькове отказались, ну, как пытались отказаться от показа в Донецкой области, вот, думаю, из освобожденных городов. Вот директор кинотеатра просто сказал, ну, я не буду показывать. У нас тут такой город не настроенный, поэтому мы не будем показывать. Так называемый Майдан. Люди, которые вот были и так, они достаточно изолированы, там живут в плане информационном, и когда вот один человек решает, ну, я им не буду этого показывать. И вот люди, как в своем этом оставались, так и останутся. То есть даже какое-то малейшее окошечко в какую-то общую реальность, они его просто не получают, потому что, ну, кто-то подумал, что, наверное, не стоит. Мы хотим общения, потому что мы все одна большая страна. На самом деле, это удивительно, как нас много. И чтобы люди посмотрели фильм, или даже не после фильма, а вообще, в принципе, поняли, что нас много, и мы можем что-то сделать. Потому что мы сильные. И если есть желание, вообще все возможно. На самом деле, ну, нужно только захотеть. Просто вот эта вот пропагандистская машина страшная. Она просто как комбайн вот так все вот перемалывает. И люди вот как в клетку так, шух, и все, их нет. Скажите, каким образом собирали материал для этого фильма? Это... Как это происходило все? Потому что я так понимаю, что собрано достаточно большое количество материала. Очень много материала. Его просто нереально много, и он уникальный. И слава богу, что было много людей, которые снимали и делали это профессионально. Вообще, в принципе, там, наверное, каждый снимал на Майдане. На телефон, на что угодно. Ну, классно, что есть вот такой вот киношный материал. Его очень много. Конкретно в этот фильм подбирались уже до этого как бы смонтированные кусочки о некоторых событиях, чтобы вот как-то выстроить эту хронологию, там, кое-что корректировалось. Вот. Ну, по сути, материал вот начиная с 30 ноября 2013 года и заканчивая вот сегодняшними днями. Скажите, еще такой вопрос. Насколько документалистам сложно быть объективными? Да, потому что в любом случае, создавая фильм, создавая что-то, да, мы все-таки все это делаем со своей позиции. И вообще, насколько документалист должен быть объективен? Или, в принципе, он может передавать свое какое-то отношение к событию? Ну, скорее, как раз журналист гораздо более должен быть объективен, потому что документалист так или иначе подает все-таки что-то, что он через себя пропустил. То есть какие-то свои об этом больше впечатлений. Потому что у нас есть время подумать, перебрать, что-то взять, что-то не взять. А как раз вот журналисты... Вопрос. Да. Ну, вот так вот, я считаю. Мы стараемся быть объективными. Мы очень бы хотели, например, снять и обратную сторону этого всего, но просто, например, для наших групп это просто опасно совсем. Вы имеете в виду съемки Бату, да, сейчас? Съемки как бы с той стороны, со стороны, допустим, ДНР. Потому что съемки Бату ведутся. Это было бы самым объективным, чтобы мы могли сделать и снимать. И с этой стороны людей, и мотивацию, и с чего их цели. Но вы думаете, сейчас невозможно это сделать? И снять их с другой. Но это просто-напросто опасно, потому что там как бы мы для них... Съемки Бату ведутся. Вы планируете, наверное, тоже снимать, да, какой-то документальный фильм? Ну да, и там столько материала, что можно 15 фильмов сделать. Снимается много, у нас есть короткие фильмы, которые вот на нашем канале на Ютубе уходят. И делается сейчас вот отдельно, насколько я понимаю, телевизионный будет фильм про Донецкий аэропорт, про... И барков. Ну да, про бойцов, которые там... Вообще документалистика, конечно, это сложно, но удивительно классно, потому что ты исследуешь людей. Это самое вообще удивительное, что может быть. Они все такие разные, но при этом всегда интересно узнать, почему... То есть человек такой как бы объемный, глубокий, ну каждый в свою сторону. Поэтому интересно их исследовать. А что-то стало вот лично для вас, возможно, открытием о людях вот за время Евромайдана или пока вы делали этот фильм по материалам? По-прежнему, вот как еще с того времени, когда я первый раз попала на Майдан, вот эта вот сила и энергетика. Это удивительно, это классно, ты понимаешь, что ты можешь все, вот вы все вместе, сплоченные, можете что-то перебороть. Вот это вот слово, которое часто сейчас так вошло в обиход, слава богу, самоорганизация. Вот это, мне кажется, этому нужно всех учить, потому что кто не был на Майдане, всем кажется, что вот закончилась моя квартира, и дальше мне ничего не интересует. Ну это же украинская, моя хата с краю, это в общем... Да, да. Моя хата с краю, перший стреляет, насправде, воно так закинчивается, что типа я перший зустречаю вороги. Моя хата с краю, сувая. У нас времени остается совсем мало, поэтому вот напоследок, почему нужно пойти и посмотреть этот фильм? Для наших телевизорителей. Потому что это очередной раз дает повод задуматься о том, ради чего это все было сделано, что может сделать человек, на что способна самоорганизация человеческая, о том, все-таки кто реальной властью должен быть в стране. Вот я думаю, поэтому нужно стоит пойти посмотреть. Ну или, например, если кто-то там не был, не видел чего-то, это тоже достаточно интересно будет. Потому что там есть материал, который, например, не видел никто вообще. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях были Александра Чуприна, Игорь Иванько, который имеет непосредственно отношение к созданию фильма «Сильнейший, ниже сброя». Фильм, кстати, можно посмотреть сегодня в 19.00 в кинотеатре «Юсинима». В 20.00, да, извините. Из-за отключения. Да, из-за отключения. По объективным причинам. На самом деле в 20.00 сегодня в кинотеатре «Юсинима». Мы же с вами на этом прощаемся. Желаем всем замечательного дня, отличного настроения. Смотрите фильмы, смотрите мультипликационные фильмы. Вне зависимости от того, где они сняты, кем они сняты и что они, в общем, дают. Мне, собственно, даже нечего добавить, друзья. Хочу вам пожелать только хорошего дня, хорошего настроения на весь день. Завтра в 7 утра, как обычно, утро на 7-м будет вас встречать. Пока-пока. До следующего утра.